Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта cpg.ru. Меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментария в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно! Если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщения не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу в контакте vk.com.cpg А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале, на ютюбе, на него. Я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Перед вами на экране задача. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. У вас есть несколько минут на самостоятельное решение, а позже мы продолжим разбор задач. Начнем разбор задач. Итак, объем многогранника равен сумме объемов параллелепипеда. Получается, что наш объем равен 2 умножить на 2 умножить на 1. То есть высоту умножим на ширину и на длину. Плюс, так же с другим. Это единица умноженная на единицу умноженная на единицу. Наш ответ здесь получается 4, здесь получается единица. Равен 5. Значит, объем нашего многогранника равен 5. Это наш правильный ответ. Переходим к следующей задаче. Диагональ куба равна 3. Найдите площадь его поверхности. Начнем разбор нашей задачи. Вот наша диагональ. И по условию диагональ равна 3. Также формула по нахождению диагонали, диагональ обозначим буквой D, это А корень из 3. Соответственно, подставляем наше значение. Это будет А корень из 3 равно 3. Отсюда А у нас равно 3, деленное на корень из 3. Площадь поверхности куба равна сумме площадей всех 6 его граней. То есть площадь поверхности нашего куба равна 6 на А в квадрате. Так как площадь поверхности одной грани равна А в квадрате. Следовательно, мы можем найти саму площадь. Это 6 умноженное на 3 корень из 3 в квадрате. Раскрываем. Получается 6 умножить на 9 третьих. Сокращаем, получаем 18. Это наш правильный ответ. Переходим к разбору следующей задачи. В цилиндрический сосуд налили 2100 кубических сантиметров воды. Уровень воды при этом достигает высоты 20 сантиметров. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 сантиметров. Чему равен объем детали? Ответ выразите в кубических сантиметрах. У вас есть несколько минут на решение задачи самостоятельно. Приступим к разбору задач. Для вычисления объема деталей нужно вычислить разность объемов после и до погружения. Начальный объем нам известен. Это 2100 кубических сантиметров. И уровень воды при этом составляет 20 сантиметров. И тогда из формулы объема цилиндра, это у нас равна площадь основания, умноженная на высоту, мы можем найти отсюда площадь основания. Это получится объем, деленный на высоту. Это будет 2100, деленное на 20. Это равно 105. После погружения детали площадь основания остается неизменной, а высота стала на 5 сантиметров выше. То есть это 20 плюс 5, общается 25 сантиметров. Составил уровень воды после погружения детали. И теперь мы можем найти объем цилиндра после погружения. Это 105, также по формуле умноженная на 25, что получается 2625. И теперь мы можем найти объем детали. Это V2 минус V, то есть 2625. Вычитаем начальный объем, это 2100. Это получается 525. Объем детали это 525 кубических сантиметров. Переходим к разбору следующей задачи. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке. И все двухгранные углы многогранника прямые. Приступим к разбору нашей задачи. Объем многогранника, изображенного на рисунке, равен сумме объемов параллелограмм. То есть мы наш многогранник разбиваем на 2 параллелограмма. И теперь мы можем найти наш объем. Так, объем это равен 4 умножить на 3 и умножить на 3. То есть высоту умножить на ширину умножить на длину. Плюс 3 умножить на 3 и умножить на 1. Также высоту умножить на длину умножить на ширину. У нас получается 36 плюс 9 и равно 45. Это наш правильный ответ. Сейчас будет небольшой технический перерыв, а позже мы продолжим разбор наших задач. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мы продолжаем разбор задач. В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями равными 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 248. Найдите боковое ребро этой призмы. У вас есть пара минут, чтобы решить данное задание. Переходим к разбору задачи. Так как у нас известны диагонали ромба, мы можем найти его площадь. Для этого нам нужно перемножить диагонали и разделить это все на 2. Площадь поверхности равна 248. Найдем площадь боковой поверхности. Для этого из 248 вычтем 2 основания. Получаем 200. Так как площадь боковой поверхности состоит из 4 квадратов, разделим 200 на 4. 50 – это площадь 1 квадрата. Площадь квадрата находится как ребро, возведенное в квадрат. Значит, боковое ребро этой призмы равно корню из 50. Правильный ответ – корень из 50. Переходим к следующей задаче. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды достигает 32 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в другой такой же сосуд, у которого сторона основания в 4 раза больше, чем у первого. У вас есть пара минут, чтобы решить данную задачу. Переходим к разбору задач. Для того, чтобы найти объем данной фигуры, нужно умножить площадь основания на высоту. В основании у нас лежит правильный треугольник, площадь которого находится по формуле. Сторона в квадрате, корень из 3 разделить на 4. Чтобы найти объем, умножаем на высоту. Высота у нас равна 32. Нам нужно найти высоту, на которой бы находился уровень воды, в такой фигуре, в которой бы сторона основания была увеличена в 4 раза. Значит, мы сторону основания увеличиваем в 4 раза. Находим площадь основания и умножаем на высоту. При этом объемы у нас одинаковые. Можем сократить 32,4. В левой части у нас останется 8. В правой части у нас будет 16. Сократим с четверкой. Останется 4. Выразим h1. Обе части уравнения можно поделить на а2, на корень из 3. Высота у нас получается равна 8. Переходим к следующей задаче. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы прямые. У вас есть пара минут, чтобы решить данную задачу. Переходим к разбору задачи. Для того, чтобы найти объем многогранника, мы можем достроить данный многогранник до параллелограммы. Тогда объем достроенного параллелограмма у нас будет вычисляться по формуле. Высота умноженное на ширину и умноженное на длину. Находим объем большого параллелограмма. 5 умножаем на 2 и умножаем на 5. Получаем 50. Найдем объем маленького параллелограмма. Для этого 1 умножим на 3 и умножим на 5. Получаем 15. И чтобы найти объем исходного многогранника, нужно из объема достроенного вычислить объем маленького. 50, вычесть 15. Получаем 35. Правильный ответ 35. Переходим к следующей задаче. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 1900 см3 воды и погрузили в воду деталь. При этом уровень воды поднялся с отметки 20 см до отметки 22 см. Найдите объем детали. Ответ выразите в сантиметрах кубических. У вас есть пара минут, чтобы решить задачу. Переходим к разбору задачи. Чтобы найти объем детали, нужно вычислить объем, на который поднялся уровень воды. Объем у нас вычисляется по формуле площади основания, умноженной на высоту. Нам нужно выразить площадь основания. Мы поделим объем на высоту. 1900 разделить на 20. Получаем 95. 95 – это площадь основания. Уровень воды у нас поднялся с отметки 20 см до 22 см. То есть на 2 см. Вычисляем объем, на который увеличился уровень воды. Для этого 95 умножаем на 2. Получаем 190 см3. Переходим к следующей задаче. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы прямые. Переходим к разбору задачи. Достроим данный многогранник до параллелепипеда. Вычисляем объем достроенного фигуры. 5 умножим на 4 и умножим на 5. Получаем 100. Вычислим объем маленького параллелепипеда. 2 умножим на 1 умножим на 2. Получаем 4. Чтобы найти объем сходного многогранника, вычтем из объема большого параллелепипеда объем маленького. 100 минус 4. Получаем 96. Большое спасибо за внимание. Самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cpg.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте. vk.com. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cpg.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям-одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку «Поделиться» и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей странице ВКонтакте. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам очень нужна ваша информационная поддержка. Следующее занятие по математике состоится 28 марта в 13.00. До встречи на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok